Для меня рассказ истории – это неотъемлемая часть управленческих методов диалога с подчиненными, с коллегами. Почему? Ну, во-первых, потому что кейс и история своя – это то, что произошло, то, что было, это настоящее. И в этот момент, как мне кажется, происходит как раз такое отделение. Ты не теоретик, не тот, кто лектор по распространению, который рассказывает из правильных книжек, а ты тот, кто рассказывает свой опыт или чужой опыт, но рассказывает то, что было по-настоящему. И на базе того, что было по-настоящему, ты делаешь определенные выводы, делаешь определенные обобщения и переходишь уже к таким, не знаю, сегодня это называется лайфхакам, к таким интересным, правильным мыслям, которые могут остаться в памяти. В результате кейс дает доверие, дает веру в то, что это было, а не придуманная не фантастика. И от этого частного рассказа ты можешь перейти к обобщениям, которые остаются в памяти. И получается, что у руководителя, у твоего коллеги, у того, кому ты это рассказываешь, есть честная история и есть обобщение, которое он может применить и к себе в том числе. Потому что обратная сторона кейса, как мне кажется, где-то его слабость, что всегда есть возможность сказать, слушай, ну это же было с тобой, это же было вот в тот момент времени, это же было при тех условиях, это было при той ситуации, ну как я могу это сейчас использовать. А вот это совмещение, когда есть практический кейс, из которого происходит обобщение, позволяет вот эту вот такую однобокость кейса, что ли, исправлять. Эффективный руководитель — это тот, который использует рабочие ситуации для обучения других. Вот рабочие ситуации — это и есть кейсы. Поэтому ты в своей жизни, в своей работе всегда сталкиваешься с рабочими ситуациями. Важно уметь их зафиксировать и уметь их использовать для других, для развития. Ну чтобы они, ну знаете, иногда это говорят, учиться на чужих ошибках не обязательно, учиться можно на чужих успехах. Так вот, вот эти вот ситуации — это же либо успехи, либо проблемы, либо ошибки. Попробовать их сформулировать, попробовать их вот так вот выкристаллизовать в какой-то кейс и донести своему подчиненному, который через это научился, мне кажется, очень важная штука. И скорее это более важное, потому что тот, кто тебя слушает, ты должен завоевать его внимание. И поэтому умение рассказать кейс и использовать его для развития своего подчиненного, мне кажется, это более важно. Ну, во-первых, это должно быть в поведении любого руководителя. И поэтому я вот вам привел пример, что оценка эффективной руководителей нет в свое время включала тематику научения через кейсы. Дальше есть менторинг-коучинг. Два понятия, которые мы стараемся использовать. Менторство — это же тоже рассказ на примерах. Наш ментор — это не тот, который прочитал учебник, пришел и рассказывает своему менторе или подчиненному, что там написано. Он же рассказывает свой опыт, а свой опыт — это кейсы. Коучинг тоже — это через задавание вопросов и где-то приведение в пример своих кейсов, чтобы, слушая их, твой коучи мог в голове сформулировать свою мысль, свое решение, свою идею. Надо просто применять это везде. В системах обучения не забывать, что есть практика и есть кейсы. При объяснении каких-то сложных вещей использовать эти кейсы. Это не написать в ключевых показателях эффективности. Ни в коем случае это не должно быть. Скорее, это через личный пример и через обязательную отсылку к кейс-методам в любых программах обучения, научения. Мне кажется, что не дам вам такого прямого ответа. Давайте попробуем на примере. Мы, когда внедряли, разрабатывали программу производственной системы Сибур, внедряли инструмент стандартной работы руководителя. И в ней были практики. И когда мы создали именно вот этот плейбук по этим практикам, решение проблем, линейный обход, визуальное управление эффективностью, сложные беседы и так далее, то, приходя и обучая этому людей, мы слышали, слушайте, понятно, что вы говорите, но ведь это же во многом теория. Мы тогда написали. Есть такая книжка. Там прямо написано «Решение проблем». Не знаю, 15 строк. Описание поведения реального руководителя, естественно, без имен, без привязки к заводу, но это все были реальные случаи, которые набрали руководители для того, чтобы рассказать о том поведении, которое является либо правильным, либо неправильным, к той или иной практике. Второе — это скорее при подготовке тех или иных программ обучения, курсов, мне кажется, надо просто это поставить в план. Запросить, первое, кто является ключевым носителем знаний, ну, например, по системе управления рисками. В компании совершенно точно мы найдем таких, допустим, 10 человек. И следующий пункт — проговорить с ними и попробовать, чтобы они сформулировали набор кейсов, ситуаций. Может быть, симбиоз, когда есть какой-то период времени, когда мы говорим, слушайте, хотим сформировать базу кейсов по такой-то теме в Сибуре. Вот есть условный человек, который хорошо знает и это цепляет. Мы просто-напросто делаем интервью с некоторыми людьми, участие в каких-то активностях, в которых можно это подсмотреть. Потом систематизация, обратная связь и делание из этого. Набора кейсов или вот эту библиотеку кейсов. Я здесь сторонник, что это, в первую очередь, тема, связанная с широким количеством руководителей или инженеров. То есть это должны быть кейсы, которые помогают развитию не какой-то узкой группы одним-двум людям полезной, а широкому массе. Потому что кейсы, полезные каким-то узким группам, но это совсем сложно, и это очень такая работа. Они же устаревают очень быстро кейсы. Например, стандартная работа руководителя, я вам привел в пример. Но очевидно, инструмент, который живет в компании и охватывает большое количество, несколько тысяч руководителей. И новые руководители, которые приходят, им полезно это тоже видеть. Допустим, школа начальников смен. Есть сейчас программа. Мы в последней нашей операционной модели в изменениях очень большую ставку сделали на изменение ответственности и роли начальника смены. Если раньше он был старший среди тех, кто ведет процесс, смотрит в экран, то сегодня это человек, который должен и развивать свою команду, и должен принимать решения по производственному процессу. Мы подняли их в грейдах, зафиксировали их новые роли, и запускаем сейчас школу начальников смен. Запуская эту школу, вот там совершенно точно, в этой школе должны появиться кейсы. И эта школа должна существовать длительное время. Это не должна быть программа 2023-2024 года. На мой взгляд, это программа обучения, которая должна существовать долгое время, потому что начальники смен, это всегда будут у нас компании. Их у нас сотни. И это те, кто сменяемые, и являются, в дальнейшем они растут на начальников цехов, производств и так далее. Программа обучения физиколидерства, которая уже посвящена другой части. Этлаб же это та площадка, которая сопровождает обучение и научение Сибура, людей Сибура. То же самое физиколидерство. Там должны появляться кейсы. Дальше люди приходят на рабочее место, они как руководители, как обычные сотрудники выполняют определенную работу. Скорее всего, кейсы для слесаря-механика, кейсы для оператора, наверное, все-таки не актуальная вещь. Инженерный стандарт, который во многом, мне кажется, что давая программы теоретические обучения, должен в них использовать кейсы, которые есть у нас в компании. И накапливать эту базу знаний. То есть инженерный стандарт. Профиль компетенций, которые должны быть у кандидата или сотрудника. Дальше оценка того, как он соответствует этим компетенциям. Разрыв. Программы, которые помогают ему эти компетенции улучшить. И экзамен, который тестирует, что да, он это улучшил. Когда мы говорим про программы научения, мы же инженерный стандарт делаем не теоретический, а практический. И вот там должны появляться кейсы. Мне кажется, большое количество кейсов там, в том числе может быть формализованных, а не просто разговор где-то, поможет общую планку компетенции инженеров Сибура поднять и выше, и быстрее. Я же тоже не родился руководителем. Я тоже рос через различные этапы становления. И в самом начале своей управленческой карьеры, я сталкиваюсь с очень сильными руководителями, которые очень много мне дали, я часто слышал от них вот эти вот рассказы, вот этот стори-тейлинг. Я себе задавался вопросом, почему это происходит, зачем они именно так вот разговаривают. Ведь вот первое же было, это он рассказал про то, что было в прошлом году. В прошлом году не было кризиса, или наоборот, была ситуация хорошая, кризис сейчас. Как я это могу применить? И потом я для себя очень четко сделал вот такую вот цепочку рассуждений, что когда он рассказывает историю свою, особенно когда я знаю про то, вокруг чего эта история, то у меня формируется доверие к тому, что это не теоретический постулат, не теоретическая мысль, написанная в книгах, а это то, что произошло на самом деле, и то, что помогло этому руководителю, с которым я беседую, решить проблему, реализовать возможность. В какой-то момент это помогло подняться на следующую ступеньку в развитии, в карьере. И отсюда рождается доверие. То есть к тому, что он рассказывает про себя, значит, это было, а вот он здесь сидит, а он же руководитель, а значит, у него это получилось. Для меня это аксиома. Когда есть проблема, и ее надо решить, всегда у кого-то из решателей проблемы найдется в голове кейс, который поможет решить эту проблему. Всегда, по-другому никак.